Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Итак, у меня как-то фик с родителями. Он начался, когда я родила ребенка и назвала его нестандартным именем. Угу. Так, ну, давайте сразу здесь у вас спросим, наверное, так. А родители вообще ребенка как приняли? Нормально именно вот ребенка? Как они его приняли? Ну, вообще, то есть просто ребенка. Я не говорю сейчас про имя там, не имя. Сами, самого ребенка как приняли родители, хорошо? Значит, это первое. Первое. Если хорошо, то это один момент, если плохо, то это другой. Значит, смотрите. Если родители приняли ребенка, ну, все нормально, и были против имени его только, то объективно, конечно, этому объяснению есть только одно, что они, ну, люди просто старые, старые закалки, они люди просто, они люди просто своего времени. И они, естественно, не могут принять, что вот как так вот вы назвали ребенка каким-то именем, которое их вообще никак не устраивает, не нравится им и так далее. То есть момент, момент здесь, на самом деле, такой, что, как бы, к этому нужно спокойно относиться. Ну, я вам скажу больше, я вам скажу больше. Вы там дальше пишите о том, что вас это очень сильно напрягает, что родители вам говорят про имя, и, в общем-то, вы сомневаетесь, как я понял уже, в том, правильно ли вы дали ему имя или нет. Вот. Значит, что в этой ситуации нужно сделать? Обязательно. Попробуйтесь вспомнить, чем вы руководствовали, когда давали ему имя. То есть вот, какая была позиция? Что вы хотели, например, что вы желали, например, для ребенка, для ребенка своего, и так далее. А почему это сейчас, как я понял, перестало быть актуально? Почему? Только из-за того, что у родителей, вам сказали об этом? Серьезно? Только здесь дело только в родителях? А может быть, это вы в себе не уверены просто, были? изначально, например, в общем, вам нужно вспомнить, чем вы руководствовали при выборе имени ребенка. просто вспомните, просто вспомните. Поздравляйте вспомнить. и если вспомните, когда вспомните, то я думаю, что у вас будет гораздо меньше проблем. почему? Почему? Почему гораздо меньше проблем будет? Потому что вы вспомните, для чего вы это делали. и вы вспомните, и вы вспомните, что это было важно именно для вас. не для родителей, не для кого-то еще, а именно для вас. и вы поступили так, как вы считали нужным. То есть назвать имени можно каким-как, чем угодно, если это, ну, законом не запрещено, да? Понимаете, я с вами не говорю. Вот. Значит, то есть вспомнить, представьтесь, вспомнить свой вот мотив. Мотив. постарайтесь вспомнить, вспомнить то, для чего, ну, то, почему вы, почему вы, значит, решили это сделать. Это первое. А теперь по поводу квартиры. Значит, ведь родители тоже, против выступа, да, то есть они ругают вас. за то, что вы выбрали такую вот квартиру. ну, смотрите, они вам дали деньги, деньги дали. Вы у них деньги просили? Ну, по описанию, не просили. деньги. они дали вам деньги, как минимум, как минимум, сами, и не сказали, какую квартиру вам надо покупать. Ну, давай, сама, разбирайся. ну, ну, а вы, вы купили ту квартиру, которая вам показалась наиболее, наиболее, наиболее удобной, наиболее приемлемой, тогда. и все. И момент здесь, на самом деле, только в том, чтобы вы вспомнили, чтобы вы вспомнили о том, опять же, чем руководствовались при выборе квартиры. Тут вы пожелились, пожелили о покупке. Это я понял. Это я понял. Но, как бы, как бы, вы не купили. От этого никуда не держится. Правильно? Значит, что? Ну, это, как-то вот, свой выбор оправдывает. Правильно? Наверное. Значит, что, если вы хотите свой выбор оправдывать, то нужно вспомнить, для чего вы купили именно эту квартиру. Вот и все. Если вы вспомните, для чего именно вы купили эту квартиру, то и проблем не будет соответственно у вас. Тогда, по крайней мере, вы сможете адекватно себе ответить на эти вопросы. то есть, вот, я, для чего и почему купила себе эту квартиру. Да, она не самая лучшая, но, вот, она мне нужна, там, вот, для этого, 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 и этого. Вот. То есть, это, вот, ну, такое, вот, как раз, что, такое поведение, направленное, как бы, на сохранение, да, на сохранение того, что для вас хватит. понимаете, да, о чем мне это речь. Вот так и нужно вам действовать. Так и нужно вам двигаться. То есть, вспоминайте о том, чем вы руководствуетесь при выборе тех или иных моделей поведения. Вот. Поминайте, никогда об этом не забывайте, и, я думаю, вам все будет нормально. Что касается поддержки, то здесь, конечно, ну, мне бы не хотелось задавать тот же вопрос, что и коллега, да? Вот. А я полагаю, что с отцом ребенка вы и не общаетесь, я полагаю, что отец ребенка вообще не участвует в его жизни, вот, и вы вынуждены как-то вообще сами, да, самостоятельно как-то по всей этой ситуации крутиться. Соответственно, я рекомендую вам обратить внимание на то, какая вы женщина, то есть, ну, вспомнить о том, что вы женщина, и постараться, значит, найти себе другого мужчины, новый мужчин, который бы сделал вас счастливыми, и обезопасил бы от всего того, чем вам сейчас приходится иметь дело. Потому что можно представить, насколько вам тяжело сейчас с одной, значит, с родителями, людей, вас обсуждают, да, и которые, в общем-то, не поддерживают вам. И вот момент, момент, то есть такой, еще, что вам поддержка нужна. А я хотел бы вас спросить, а для чего вам поддержка? Зачем она вам нужна, поддержка? Понимаете? То есть, нужна поддержка, чтобы что? Чтобы увереннее себя чувствовать. правильно, да? А без поддержки вы себя чувствуете неуверенно? А почему вы себя без поддержки чувствуете неуверенно? А в чем именно вы себя неуверенно чувствуете? это вот все такие моменты важные, на которые вам, ну, подумать, о которых вам нужно подумать. А вот если ваша модель поведения, она как бы подчинена другим людям, да, то вы всегда так и будете называться поддержкой. Вы всегда так и будете как бы зависимы от, ну, от поддержки других людей. То от родителей, то от психологов, ну, от еще кому-нибудь. От мужчины, может сказать, именно поэтому, может быть, она от вас ушла, одна из причин, по которым он ушел от вас, и была, как раз, по признанности поддержки, которую вы пытались удовлетворить. А мужчина не захотел быть для вас поддержки. И момент говорит в том, что с одной стороны он может быть может быть не смог, а да, просто, ну, просто не смог. Просто понял, что вот не справляешь с поддержки его. С одной стороны. А с другой стороны, он не захотел, может быть. Тут нужно вот опять же, деликатнее смотреть, какой мужчина вас будет готов слушать, какой мужчина будет готов вас понимать, какой мужчина будет готов решать за вас ваши проблемы, например, если понадобится, конечно, ну и так далее. то есть не нужно, не нужно, не нужно, не нужно спешить, да, с вступлением в отношения, не нужно спешить, и тем более, не нужно спешить с тем, чтобы ребенка рожать, да, потому что сейчас ребенок по сути растет без отца. Я вас не обвиняю, вот, не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю, я вас не обвиняю, я просто пытаюсь уберечь вас от того, чтобы вы в будущем такие вот ошибки повторяли, там самые ситуации, они будут разными, и вы не будете оказываться в этих ситуациях, и у вас будет еще мужчина, и будет секс, и будет возможность, значит, ну, забеременеть, там, и так далее, все это будет у вас. и очень важно, чтобы вы правильно к этому относились, чтобы вы не позволяли себе такую безответственность, потому что потом, например, из-за таких поступков, да, потом из-за таких поступков, ребенок там, грубо говоря, грубо говоря, да, растет, ну, вязаться, это неправильно. на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, и желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры,